Привет, мои хорошие, с вами Селена, и сегодня мы с вами будем, знаете, что делать? Кудри без утюжка, плоек, просто вот с такими резиночками. Я, в общем, где-то в инстаграме или на ютубе, не помню где, видела не один раз уже, делают один способ накрутки. Получается очень-очень крутая прядь, очень крутой локон, и держится очень хорошо. Нужно это делать на чистые волосы. Я сейчас помыла голову, прошло 2 часа, сейчас я немножко ее примочу, я думаю, что можно так это делать. И покажу, какой способ закрутки волос. Обычно это лучше всего, может быть, делать на ночь, но у меня, например, на ночь, если я накручу как-то волосы определенным образом, я так сплю, что у меня на голове потом там вот кипишь, да, и эти локоны будут стрёмные. Поэтому я решила сделать сейчас у нас в 5 часов вечера, сейчас я намочу волосы, похожу где-то 3-4 часа с этим всем делом, и покажу, что получится. Потому что в моем случае, чтобы был нормальный локон, ложиться спать мне с ним не нужно. Итак, чистые волосы, резиночки. Освежать и свои волосы я буду смотреть из Fix Price, спрей для волос увлажняющий. Заодно мы его проверим. У него, кстати, прекрасный запах. В общем, я сейчас освежу, чтобы волосы были влажные. Потому что лучше всего, конечно, на влажные волосы. Корни тоже чуть-чуть. Лучше, конечно, использовать просто водичку, но у меня нет вот такой емкости для того, чтобы пшикать, поэтому я решила сразу таким спреем увлажняющим. Можно использовать просто водичку. Честно говоря, для меня это своего рода проверка, потому что у меня все время не получаются такие достаточно красивые локоны. Прям все время какая-то каша получается. Но такой способ я еще не пробовала, и очень хочу попробовать. Возьму достаточно крупную прядь, прям, смотрите, хорошую. Потому что я не люблю долго заморачиваться. Я еще ее освежу сейчас. И закручу. Закручу вот так вот. Если она будет падать у меня вот сюда, то как бы она будет от лица, если она будет туда падать. Я закручиваю ее сначала вот так. Наверх вот так поднимаю. И потом закручиваю вот так. Башка будет болеть, конечно, мне кажется. Я еще так плотненько закручиваю. Самое главное здесь кончик наш как-то так закрутить, чтобы он был красивым и не заломался. Так, все, закрутила. Теперь резиночку. Раз. И два. Два оборота у меня получается. Вот такая вот гулька. Вот если я буду ходить, конечно, вот так вот, и не буду ложиться, то я думаю, будет красиво локон. Но если я лягу спать, оно все расшатается у меня, боюсь, что будет стрёмно. Стрёмно. Давайте возьму также здесь еще, на затылочке. Тоже такое большое локон. Я не люблю ровные границы, поэтому я не делю вот так напополам, чтобы не было, знаете, вот как-то так. Вдруг будет так. Еще для лучшей фиксации можно использовать пенку. Но так как я не знаю, что получится у нас, я не использую пенку. Волосы чистые, на них, в принципе, хорошо держаться будут локоны. Так, эту закручиваю вообще в другую сторону. Так получилось. Ну, у лица я сделаю от лица закрутку. А там, сзади, как получится. Все. Закрутила. Ну, как бы, мне кажется, пока четко. Все остальное я беру здесь прям такие крутые пряди. И прям вот так вот закручиваю, чтобы объем был на голове, лучше повыше. Может, послабше можно было бы. А я прям затягиваю. Прям пряди я реально беру совсем не тоненькие. Прям, может быть, таких у меня будет всего раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Еще два сзади сделаю, напополам и все. Вообще, я заметила, что волосы, для того, чтобы не было никаких заломов, после того, как вы их помыли и посушили, я не знаю, часа три, я бы вообще никуда не прикасалась бы и не ложилась бы на подушку. У меня, например, волосы заламываются, хотя они раз и высохли уже, да. Зато, если они уже как следует высохли, тогда уже, хоть как ни ложись, они будут всегда ровными. Поэтому сейчас еще мало времени прошло, можно и не пшикать даже, мне кажется, водичкой. Они все равно заломаются вот в тот, который нужно. Локон. В течение, там, трех часов после мытья. Все, вот еще два сейчас сделаю. Найду резиночки и будем ходить с вами. Вот это самая толстая прядь получилась. Не знаю почему, вроде все равномерно делала. Так, ну что, все, я закончила. У меня получилось раз, два, три, четыре, пять, шесть всего этих гулечек. Смотрите, сзади. Вот такой вот я, НЛОшка получился. Все, сейчас я выключаю камеру, занимаюсь своими делами и где-то к вечеру, когда уже буду ложиться спать, может быть, да, может пройдет три часа, четыре или пять, мы с вами распустим и посмотрим, что получилось. Действительно ли это такие крутые локоны, о которых говорят. И говорят, что их можно делать на любую длину, как бы, но я только на длинные волосы могу экспериментировать, так как у меня нет коротких. Ну, в общем, вернусь к вам позже. Когда вы закрутили, можно еще вот так сбрызнуть сверху, именно по закруточке. Ну что, мои хорошие, прошло три часа. Я не могу больше терпеть, потому что все меня стянуло, сдавило и уже, ну, как бы первые два с половиной часа еще было нормально. Последние полчаса я уже хожу и просто мучаю. Давайте скорее посмотрим, что получилось и получилось ли вообще. Начнем, не знаю, давайте начнем сзади. Вроде все сухое. Слушайте, но прядка получилась красивая, кончик получился достаточно ровный, прям смотрите по самой, да? Давайте распустим остальные. Здесь уже какой-то легкий перелом есть, надеюсь, он не будет сильно бросаться в глаза. Сам локон очень красивый, мне прям нравится. Но там, где я видела, локон был более такой, знаете, более спиральный, у меня какой-то более крупный. Главное ровный. Помощник мой сидит, кстати, справа. Неожиданно красивые ровные спиральки. Я думаю, что нужно еще немножко так походить, чтобы они больше, знаете что, высушились. Немножко влажные я сейчас распустила и чувствую вот по длине влажные. Либо подсушу сейчас феном. Ну что, я немного подсушила свои кудряшки. Теперь начинается самый приятный и важный момент в красивых кудряхах. Это разбирание прядей. Берем и разбираем наши прядки на тонике. Я в разные стороны кручу все. Они у меня волнистые что ли, не пойму. Куда крутить вообще? Так, пойду перед зеркалом расплету и приду же к вам с расплетенными, вы посмотрите, что получилось. Я расплела заднюю часть волос. Как видите, вот такие они у меня получаются. Какие-то немного хаотичные пряди. Не такие, как вот расплелась она изначально. Так как, что по отдельности распределять все, что просто вот так вот руками в хаотичном состоянии распределить. У меня получается все одинаково, в принципе. Поэтому я не стала заморачиваться. И сейчас я вам покажу, как быстро я расплетаю, потому что у меня как бы не получается по-другому. Просто беру так палец, вставляю и веду. Так, раз, два, три. Можно еще разделить одну на прядки. Еще одну на три. Это все сюда, назад. И вот что получается. На бочок. В принципе, что-то в этом есть. Пару видосов снять можно с такими локонами. Смотрите, сзади. Все. Конец вечера. Конец вечера у меня уже просто... Конец вечера у меня уже просто все на пределе, на самом деле. Дэнни, естественно, шумит, бегает, как все дети. Я у меня все тут сползает, вылезает. Пряди. Вот, пожалуйста. Не то, что я ожидала. Но, в принципе, ничего тогда. Не знаю. Напишите в комментариях. Вот. Но способ достаточно быстрый, легкий. Кому-моему, прикольно. Главное что? Главное результат. Результат, мне кажется, интересный. Что скажете? Пишите в комментариях. Получилось у меня или нет. Но мне вроде бы нравится. Все, мои хорошие. Я вас люблю, целую. Прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. А это сейчас можно взбрызнуть лаком, чтобы оно совсем не распалось. Субтитры сделал DimaTorzok